У нас в Совет входит 5 сел. Желтая, Сабовка, Новоселовка, Крутая гора и Лобачева. Мы находимся на той стороне 4 села, одно село здесь, но мы все равно громадом и держимся все вместе. Мы не разделимы по сути всех многих вопросов и инфраструктуры, и вообще уже всю жизнь мы вместе. Все настолько сплоченно и взаимотесно, что я думаю, никакая война нас не может и не должна наши узы эти разорвать, потому что это будет как бы против человечества всего. Я бы не сказала, что у нас в Совете есть большие проблемы на той стороне, потому что свет, газ, вода есть, пенсии получают регулярно, продукты питания есть. На Лобачева какая проблема? Во-первых, оно удалено от населенных пунктов, которые имеют более развитую инфраструктуру. С этой стороны Донца оно находится далеко, 20 километров от Трехизменки, 24 от города Счастье, практически 60 километров от Навайдара. Ну вы понимаете, что это влечет за собой определенные трудности. А к нам люди переправляются на лодке, у нас находится детский сад, люди водят детей в детский сад, детки ходят в школу, ходят в амбулаторию, потому что в Лобачево у нас нет медработника. У нас вот был взорван паром, пешеходный мост. Мы очень долго проводили большую работу по строительству нового пешеходного моста, и он был взорван, когда отступали украинские войска. И паром взорван, поэтому у нас вот такая проблема большая была. Ну, три недели мы были без света, и чуть более месяца мы были без газа. Желтая? Желтая Лобачева. У нас свет, электролиния идет у нас с желтого на Лобачево. Поэтому у нас все взаимосвязано с Лобачево. И газ тоже? А газ у нас не идет, у нас речка, но на Лобачево газ, который ведется подъем газа, он качается, как раньше перекачивался в Виргусское газо-пронелище. Это от которой находится в Виргусском. Сейчас мы, конечно, не знаем, я думаю, как оно все продолжается. Но линии электропередачи, они сюда, высокая линия, приходит с желтого. Ну, я хотела бы, наверное, как и большинство наших людей, это в первую очередь, чтобы закончилась эта очень страшная для нас, для всех война, чтобы мы наконец-то жили в своей стране. Конечно, хотелось бы, чтобы была определенная автономия за правильную, понимаете, децентрализацию власти. То есть, чтобы свои потребности, которые у нас есть, мы старались решать с помощью своих возможностей. Я думаю, что наверху в 21 век уже должны принять правильное решение, которое удовлетворяло большую часть наших жителей.